Оборудование закупается. 18 севастопольских резидентов свободной экономической зоны намерены вложить в город не менее 450 миллионов рублей. 201 диплом о высшем образовании. В севастопольском филиале МГУ выпускной. 15 лет готовят специалистов. Кафедра менеджмента организации Севастопольского государства университета отметила день рождения. Вчера вечером поступила информация о возможном отключении города от электричества со стороны Украины. Правительством Севастополя экстренно создан штаб по предупреждению чрезвычайной ситуации. В случае полного отключения города Севэнерго в течение 40 минут сможет обеспечить питание Севастополя 60 мегаваттами. Далее возможны верные отключения по районам. Все социальные объекты и больницы обеспечены резервными дизель-генераторами. В случае необходимости управление транспорта организует подвоз топлива для генераторов. Все оперативные службы города приводятся в режим повышенной готовности. Все социально значимые объекты и объекты безопасности будут обеспечены электроэнергией в первую очередь. При обновлении данных информирование населения будет вестись всеми доступными способами. Севастопольские резиденты свободной экономической зоны в ближайшие три года намерены инвестировать не менее 450 миллионов рублей и создать в городе как минимум 625 рабочих мест. Об этом на брифинге заявил начальник профильного управления правительства Севастополя Сергей Смирнов. Свободная экономическая зона на полуострове действует уже полгода. За это время в Севастополе зарегистрировано 18 резидентов. Еще шестеро подали заявки. Первые четыре резидента уже закупают оборудование и планируют в июле запустить проекты. Инвесторы намерены развивать пищевую промышленность, судоремонт, туризм, сельское хозяйство и приборостроение. Подробности пока не раскрываются, но один из участников намерен перевести предприятие по яхтенному судостроению с территории Украины. Севастополь сообщил Сергей Смирнов, уточнив, что кроме недропользования сферы вложений не ограничены. С точки зрения разницы в законодательстве Севастополя и Крыма, у нас есть пожелание о том, чтобы все-таки законодательные органы приняли закон, утверждающий критерии масштабных проектов инвестиционных. Масштабные и важные для социального и экономического развития города проекты могут быть реализованы на земельных участках путем их выделения на бесконкурсной основе. Этот проект уже давно передан, обсуждается. 14 апреля Министерство по делам Крыма упростило систему подачи декларации становления участникам свободной экономической зоны. Заявки скоро можно будет подать в режиме онлайн. Наиболее полно отражена информация на портале «Инвест Севастополь». С точки зрения именно статистики по отказам, у нас на протяжении месяца был лишь один отказ, но при повторной подаче документов, там были технические ошибки, которые декларант не учил, а при повторной подаче он статус резидента получил. Это было всего лишь один. Но я считаю, что это нормальная статистика. По информации Сергея Смирнова, в управление практически ежедневно приходят заявители. По вторникам и четвергам в правительстве ведутся расширенные приемы для потенциальных участников свободной экономической зоны. 201 выпускник получил диплом севастопольского филиала Московского государственного университета. В годы под юрисдикцией Украины филиал МГУ был единственным российским высшим учебным заведением на территории города. За 16 лет в этих стенах высшее образование получили порядка 2000 специалистов. После воссоединения с Россией отделение сохранили и теперь филиал главного вуза страны есть только в Севастополе. На торжественной церемонии выпускникам продемонстрировали видеообращение с поздравлением президента Российской Федерации Владимира Путина. Успехов в определении жизни на пути ребятам пожелали от имени губернатора Севастополя Сергея Миняйла и полпреда президента в Крымском федеральном округе Олега Беловинцева. С сегодняшнего дня перед вами открывается большая дверь. Большая дверь вперед. Перед вами очень много дорог. И я вам, выпускникам уникального вуза страны, у которого есть право на дипломы собственного образца с председателем попечительского совета президента Российской Федерации, каждому найти свою уникальную дорогу в жизни. Наша Родина, Россия, нуждается в вас, потому что именно вы будете вершить ее будущее. Некоторые из вас прошли практику у нас в аппарате полномочного представителя президента. И мы, я надеюсь, помогли им правильно сориентироваться и уже сегодня определить свою дорогу. В этом году 9 выпускников получили красные дипломы. Большинство из них уже определилось с выбором. Ребята планируют остаться в Севастополе. Некоторые хотят продолжить обучение в аспирантуре или получить второе высшее образование. Другие подыскивают места работы. Я закончила четвертый курс кафедры экономики и управления по специальности государственного муниципального управления. Поступить в МГУ – это была мечта моего самого детства. И она осуществилась. Это один из самых престижных, наверное, и достойных вузов нашей страны. И закончить его – это дорогого стоит. Возможно, останусь в Севастополе, если получится, в правительстве, при президенте. Закончил в факультете экономики и управления специальность государственного регулирования. Дальше планирую, в принципе, здесь оставаться, в Севастополе, скорее всего. Но так работать особо не хочу на кого-то, хочу на себя. Поэтому в бизнес пытаюсь уйти. Юбилей отметила кафедра менеджмента организации Севастопольского государственного университета. Ровно 15 лет назад группа преподавателей-энтузиастов решили готовить в нашем городе управленцев широкого профиля. Нестандартный подход, научные исследования и активное сотрудничество с университетами Англии, США, Австрии и Канады дали свои плоды. За 15 лет с кафедры выпустилось более тысячи специалистов в области менеджмента, предпринимательства и информационной технологии в управлении предприятиями. Создавали мы ее тогда с определенной направленностью. С направленностью на современные технологии, на самые передовые методы в менеджменте. Наши коллеги за рубежом вот только сейчас вышли на те идеи, которые мы начинали 15 лет назад. Пусть все знают наперед, праздник жив, жив и народ. Под таким девизом в городе проходит 15-й международный детский фестиваль народного творчества «Золотая рыбка». Выступают 22 коллектива из Севастополя, Симферополя, Майкопа, Краснодара, Санкт-Петербурга, Магнитогорска и Ярославля. По словам организаторов, главная цель фестиваля для всех участников – себя показать на других посмотреть, то есть обмен опытом. Юные конкурсанты, которых в этом году собралось около 650, поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. Для гостей Севастополя в рамках мероприятия организована и культурная программа посещения 35-й береговой батареи «Панорамы» Музея Черноморского флота. Завершится фестиваль «Золотая рыбка» 3 июля. Севастополь, живой, у меня все вареньки, Нас не можно забыть, не варь, но младшие веки. Дети приезжают с разных уголков России, Белоруссии, дарят свое искусство, свой талант всем жителям Крыма, нашего города. И обмениваются опытом именно с нашими коллективами, которые у нас в городе работают. Это и народные танцы, и эстрадные танцы, и вокал эстрадный, и народный вокал. Для меня, прежде всего, это знакомство с новыми людьми, потом получение какого-то опыта. Вот мы сейчас были на концерте, слушали людей, слушали коллективы, которые к нам приехали. И когда через тебя это все проходит, ты понимаешь, как это все здорово. Вообще, это море эмоций, море впечатлений, нам очень нравится. Стать обладателем собственного жилья в Севастополе теперь гораздо проще, чем кажется. С осени прошлого года в Российском национальном коммерческом банке действуют программы ипотечного кредитования. Чтобы взять ипотеку, нужен минимальный пакет документов. Буквально за пару месяцев платежеспособный россиянин из клиента банка превращается в счастливого новосела. К одному из них заглянула наша съемочная группа. Сам Даниил Цуканов из Саратова в Севастополь переехал в июле прошлого года. Сначала арендовал квартиру в районе бухты Омега, затем решил купить собственное жилье. За ипотекой обратился в РНКБ банк. Говорит, с момента первого звонка в банк до новоселья прошло всего два месяца. Теперь он севастополец. Сотрудники РНКБ проявили себя очень профессионально. То есть, скажем так, вся вот эта бюрократическая волокита, которая связана с оформлением, была взята на плечи специалистов РНКБ. И, в общем-то, мне только звонили, во сколько подъехать, и никакие очереди. Нигде каких-то временных затрат от меня не требовалось. Поэтому у меня очень положительное впечатление от сотрудничества с РНКБ. Стать участником программы ипотечного кредитования и купить квартиру в Севастополь могут не только севастопольцы и крымчане, но и жители других регионов России. В РНКБ ипотека доступна с осени прошлого года. За это время по Крыму и Севастополю выдано более 160 миллионов рублей ипотечных кредитов. Поскольку много мы имеем случаев, когда люди приезжают, желают работать и жить в нашем прекрасном городе, мы, банк РНКБ, специально разработал программу и открыл ипотечный центр в городе Севастополе по улице Остряково, 158А. Здесь предлагаются всевозможные услуги нашим военнослужащим, работникам бюджетным, те, кто приезжают с материковой части России, как это принято сейчас говорить. Максимальная сумма ипотечного кредита, которую можно получить в банке, обсуждается с каждым клиентом индивидуально. Срок кредитования до 15 лет. Сейчас в РНКБ работают три программы ипотечного кредитования. У каждой свои условия. Программа «Новоселье» направлена на приобретение недвижимости на вторичном рынке. Программа «Под залог недвижимости» — это оформление своей квартиры под залог на потребительские цели, на сумму, которую позволяет данная программа. И мы реализуем стратегически важное направление — это обеспечение жильем военнослужащих, участников накопительной ипотечной системы. При оформлении ипотеки в РНКБ необходим минимальный пакет документов. К тому же можно привлечь созаемщика, доходы которого банк учтет при расчете размера ипотечного кредитования. Условия кредитования прозрачны и доступны для наших клиентов. Они включают минимальный пакет документов. Как я говорила, возможность удаленно рассмотреть заявку клиента. Отсутствие комиссии при оформлении кредита, при досрочном погашении. Минимальные затраты при оформлении ипотечной сделки. У нас не требуется нотариус для подтверждения и заключения регистрации договора ипотеки. Центр ипотечного кредитования РНКБ находится по адресу проспект Генерала Острякова, 158А. Отсюда начинается первый шаг к собственному жилью в Севастополе. Анастасия Шульга, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. И на этом у меня пока все. До встречи в эфире.